В Севастополе полиция проводит проверку по факту получения травмы журналистом сетевого информационного издания «Информер» Ирины Александровны Остащенко. Накануне городские интернет-порталы распространили информацию о госпитализации журналиста с отресением мозга и открытой черепно-мозговой травмой. Как сообщил нам по телефону руководителя редакции издания Александр Вадимович Гофман, днем 9 апреля Ирина Остащенко вернулась домой после выполнения редакционного задания. Я услышал звонок, она позвонила, сказала, Саша, я упала, я в крови. Для всех говори, что это бытовая травма. Поддерживаясь этой версии. Зачем потребовалась такая версия, Александр Гофман не объяснил. После этого он смог связаться по телефону с Ириной Остащенко лишь вечером, после того, как ее уже госпитализировали. И она рассказала ему подробности произошедшего. Журналист успела лишь заметить тень и услышать шорох. Когда она заходила, уже зашла домой, еще дверь была открыта, но у нас немало мыль, заходила пытаться сапоги снять. Услышала шорох, как-то повернулась. У нее там темная сторона, как-то так получилось. Как я видел, так я говорю. И увидела силуэт. И после этого, когда очнула респира, я была мама, которая после нее на охотника кричала, что случилось. В Севастопольском центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф нам подтвердили информацию о вызове по месту жительства пострадавшей кареты скорой помощи. В данный момент как она себя чувствует? В данный момент она очень сильно болит голова. Все-таки кровь еще идет. Вчера всю ночь вся катушка была в крови. Даже то, что как бы зашили, но кровь посыпала, и меняли наволочки, потому что кровь ушла, шла и шла. А вы как редактор интернет-ресурса, на котором она работает, вы связываете эти события с профессиональной деятельностью ее, как журналиста? Да я могу не отвечать. К полудню пятницы, 10 апреля, в пресс-службе полиции сообщили, что проводится проверка по факту происшествия с Ириной Остайщенко. По информации Александра Гофмана, полиция и следственный комитет начали проводить следственные действия. Уже опрошена пострадавшая, ее мать осмотрена место происшествия. Продолжение следует...